Последние новости с линии фронта свидетельствуют о том, что Украина в очередной раз понесла потери от российских истребителей. 20 октября Министерство обороны России сделало поразительное заявление, сообщив об успешном уничтожении семи украинских самолетов МиГ-29 в течение одного дня. Но как России удалось уничтожить эти семьи МиГ-29 всего за 24 часа? Хотя конкретные детали этих перехватов не разглашаются, военные эксперты выдвигают различные теории. Некоторые предполагают, что украинские летчики-истребители возможно были застигнуты врасплох непредсказуемой воздушной засадой, который мог бы стать ключевым фактором успеха российской системы противовоздушной обороны. Российский военный эксперт Алексей Леонков объясняет успех прежде всего с координированными усилиями воздушной разведки и эффективным управлением системой контроля воздушного пространства. Между тем, опытный ветеран индийских ВВС, проявляющий большой интерес к российским военным делам, командир эскадрильи Виджаиндерка Тхакур, предлагает альтернативное объяснение, предполагая, что украинские истребители в МиГ-29 могли столкнуться с российскими системами ПВО при непредвиденных обстоятельствах. По словам Тхакура, украинские пилоты обычно летают на малых высотах, чтобы избежать обнаружения российскими радарами. Однако, когда они набирают высоту и запускают планирующие бомбы, они становятся уязвимыми для обнаружения радарами. Если противоборствующая сторона переместила свои системы противовоздушной обороны ближе к точке запуска, становится более реальным нацелиться на украинский самолет и уничтожить его. Истребитель МиГ-29 не является чем-то совершенно новым для украинских военных. До начала конфликта украинские вооруженные силы уже эксплуатировали истребители МиГ-29. Считается, что в начале войны военно-воздушные силы Украины располагали парком из 50 в МиГ-29, а позже было восстановлено более 50 дополнительных самолетов из хранилища, чтобы вступить в бой с российскими военно-воздушными силами. Ранее в этом году Польша сделала заявление о передаче Украине самолетов МиГ-29, при этом сообщалось, что польское правительство обязалось предоставить 14 единиц. Несмотря на то, что поставка некоторых из этих самолетов была подтверждена, остается неопределенность относительно того, все ли обещанные в МиГ-29 были успешно переданы Украине. Аналогичным образом правительство Словакии также одобрило передачу Украине 13 самолетов МиГ-29. Эти заявления в то время свидетельствовали о активной позиции восточноевропейских стран в поддержке Украины. Хотя этим истребителям, возможно, и не хватает передовых возможностей и очарования более современных самолетов, они, несомненно, сыграли ключевую роль в своих миссиях. Однако вскоре после того, как Польша и Словакия обязались направить истребители МиГ-29 в Украину, Россия быстро отреагировала угрозами уничтожения этих самолетов. Представитель Кремля не одобрил эти планы, заявив, что истребители не повлияют на исход специальной военной операции Москвы в продолжающемся конфликте, утверждая, что эти истребители будут только способствовать решению проблем, стоящих перед Украиной и ее народом. Российские военные действительно выполнили это предупреждение. В ночь на 29 сентября 2023 года российские вооруженные силы провели точную операцию, в результате которой были успешно уничтожены четыре истребителя МиГ-29. Согласно официальному заявлению Министерства обороны России, два из этих самолетов были сбиты на аэродроме Долгенцево в Днепропетровской области. В то время как оставшиеся два самолета, которые были поставлены Польшей, погибли в ходе целенаправленной операции на аэродроме Кульбакена в районе Миколаева. Однако было высказано подозрение, что нападения на самолет МиГ в Долгенцево были вызваны новой версией беспилотника Ланцет. Количество уничтоженных в МиГ-29 увеличилось после заявления России о том, что она сбила семь самолетов всего за 24 часа 20 октября. Фронтовые истребители МиГ-29 столкнулись с самыми ожесточенными боями с превосходящими российскими военно-воздушными силами в продолжающемся воздушном конфликте. Согласно ОРИКС, веб-сайту разведки и военного анализа с открытым исходным кодом, который фиксирует визуальные потери. Украинские военно-воздушные силы сообщили об общей потере 22 истребителей МиГ-29 во время этого конфликта. На данный момент военно-воздушные силы Украины официально не подтвердили потерю этих истребителей МиГ-29. Если эти потери будут подтверждены, это будет представлять собой значительную неудачу для военно-воздушных сил Украины. Особенно в свете их ожиданий получения передовых истребителей F-16 от НАТО. Эскадрилья МиГ-29 далека от идеала. Он состоит из списанных и давно заброшенных самолетов, которые украинцы спасли из длительного хранения, небольшого количества восстановленных на месте самолетов, а также словацких и польских самолетов, которые также претерпели различные усовершенствования. Эти недавние неудачи бросили тень неуверенности на их способность сохранять превосходство в воздухе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова